Музыка Когда я начала заниматься вот так вплотную уже в театре, началось все с литературных вечеров. Марина Брусникина. Заслуженная артистка России, лауреат Государственной премии Российской Федерации, театральный режиссер, театральный педагог, помощник художественного руководителя МХТ имени Антона Павловича Чехова, заведующая кафедрой сценической речи и вокала школы-студии МХАТ. Просто я действительно вдруг в какой-то момент, у нас была замечательная команда молодых актеров, и я подумала, что надо знать, что происходит. И мы стали сознательно вот тогда искать новую литературу и брать просто отдельные фрагменты. Там, допустим, в вечере у нас было 8-10 фрагментов абсолютно разных авторов, 8-10 актеров, которые там 10-15 минут фрагмент, который он рассказывал зрителям. Таким образом, знакомился с произведением. И тогда вот Олег Павлович Табаков, который является художественным в Московском театре, где я работаю, он посмотрел 11 таких вечеров, и он предложил мне возьми какого-нибудь одного автора и сделай спектакль по одному автору. И предложил мне этот список, вот такой, накидал список из пяти имен, где вот была Улицкая в том числе, и был Астафьев. И опять же-таки, вспомнив Льва Соломоновича Азермана, и то, как мы с ним в школе проходили «Царь рыбу» Виктора Астафьева, хотя этого не было, естественно, в программе, и какое мощнейшее тогда впечатление на меня это произвело, я сказала, я возьму Астафьева. И Олег Павлович мне конкретно сказал, возьми вот «Пролетный гусь», тогда только появился этот большой рассказ, астафьевский, последний его «Пролетный гусь». И я его прочитала, вот одна фраза, я понимаю, что я это беру, вот так. Или это происходит непонятно почему. Но я всегда точно знаю, что вот это я беру, а это я не возьму. Тема, тема. И может быть, даже вот конкретно в Астафьеве меня поразила, конечно, дар его, дар. Просто дар, писательский дар, язык. И как он может про очень простые вещи, что я сто раз читала про то, как с войны возвращались, да. И сто раз мы читаем про какие-то там несчастные судьбы, когда, да, там умирают все вокруг. Но я очень хорошо понимала, что нельзя брать только это произведение, потому что зритель, я как-то вот всегда думаю о зрителе, что зритель, он, ну, просто, ну, не выживет. Он будет плакать, и непонятно, как дальше на улицу выходить, что нужно сделать противовес, и нужно взять еще какое-то произведение, абсолютно диаметрально противоположное по настроению. Ребята, нам там Бог послал! У нас тут и хворые, и раненые. У Ивана вон свеч на ранее открытый. Эй, 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 Эй! Слизалай давай, Эй, Эй! Первую помощь просиделуй! Сейчас у меня эфир дает все есть, вот только вы мне руки помыть. И тогда я выбрала рассказ «Бабушкин праздник», который совсем как бы не годится для театра вроде как, потому что там просто застолье. И у нас была группа актеров, мы еще такие были, в общем, все друзья, поэтому мы говорили друг другу все, что думали. И вот многие актеры из этой группы мне говорили, я не буду в этом участвовать. Я говорю, а почему? А что там играть-то? Ну, сидят за столом, ну, пьют, ну, песни поют. Что тут играть-то? Я вот в «Гусе» я буду, а тут я не буду. И наоборот, кто-то говорил, я в «Пролетном гусе» при нем счастье не буду, а вот бабушки на празднике я попою. И когда мы стали работать над «Пролетным гусем», то решение, конечно, возникает от решения, как это сделать. Это я же впервые это делала, да, переносила, вот, скажем, прозу на сцену. То вот это решение коллективного рассказа, когда не один человек рассказывает, то есть есть жанр, да, то есть такой монолог. То есть человек может взять литературный текст, особенно если он написан от «я», да, и рассказать как бы от себя. Даже если не от «я», а от «он», все равно человек один может рассказать эту историю. И это жанр литературный, и он очень известен, и он очень распространен, да. Но жанр коллективного рассказа, когда можно взять и одну историю рассказать вместе, да, добавляя, перебивая, соглашаясь друг с другом, споря, как, в общем, очень часто происходит в жизни, да, и есть в этом смысле какой-то замечательный пример у Брехта, когда на улице вы оказались свидетелем дорожного происшествия, да, и все начинают рассказывать, как это произошло. Да, вот есть события, все вместе мы рассказываем об этом. И вот этот ход коллективного рассказа, на чем, собственно, я довольно долго держусь, использую, с этим работаю, когда авторский текст остается с тобой, да, то есть мы все вместе рассказываем эту историю. Мы не есть эти герои, мы не есть они, мы говорим про них. Тогда я могу сказать, что он был такой-то, а она была такая. Нет, подожди, она была и другая. И если там есть какие-то диалоги, то это тут же, а он мне говорит то-то, 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 и я могу стать этим персонажем, но тогда я могу быть и этим персонажем, и другим персонажем. И тогда вот это нечеткое деление по ролям, оно абсолютно органично. И мы стали таким ходом идти вот в пролетном гусе, когда мы все вместе рассказываем историю, которая нас потрясла. Потрясла всех, потому что, когда мы начали разговаривать, то выяснилось, что это так близко война, то есть там выясняется, что у актера одного папа ребенком из Германии там шел, да, или там я выросла на рассказах бабушки моей. То есть это моя бабушка была, да, голодала там. Ну, понятно, что это наша общая история. И тогда возникло вот то, что героев там, допустим, два героя, да, в этом произведении, ну, скажем, главные герои Марина и Данила, но что можно их менять, то есть их может быть несколько, и Марина и Данил, потому что сейчас я за нее говорю, да, а потом я не могу говорить, а кто-то перехватывает эту палочку и начинает продолжать быть этой Мариной или Данилом. И у нас возник вот этот ход, когда мы меняли героев. И сама проза Астафьева диктовала такую очень простую лаконичную форму, потому что он настолько пишет мощно о таких вещах эпических, и он очень эпический автор, конечно, не драматический, это нечто более такие взаимоотношения даже не между людьми, а взаимоотношения все равно с миром, да, с космосом, наверное. И вот это вдруг возникло, это ощущение эпического жанра, и тогда я понимала, что можно что-то вместе делаем, коллективно говорим-говорим, и вдруг вышел один актер, ничего не надо, вот один актер стоит на сцене, один, и один разговаривает, да, и один говорит. И это очень все было лаконично по форме, потому что мне даже казалось, что даже фонограмма невозможна. Тогда возникло вот это ощущение, что все должно происходить здесь, сейчас, и нашими средствами, и весь вокальный материал, да, это многоголосие вокальное, оно все живое тут, рождающееся. И у нас вообще даже сначала было очень мало там музыкальных всяких вещей, потому что было абсолютно жестко все. И Олег Павлович, когда посмотрел про это, ну, все, он мне сказал, ну, ты разбавь песни какие-то, а то невозможно же дышать просто. И тогда вот уже, да, мы туда стали добавлять, мне есть замечательная команда, и есть мой очень хороший друг, музыкант, актриса, Алена Хованская, с которой мы вот уже много лет занимаемся именно музыкальными, ну, вот музыкальным оформлением наших историй. И это важно, когда у тебя есть команда друзей, одинаково с тобой мыслящих единомышленников. И вот важен был принцип многоголосья. Это не один голос, это многоголосье, и здесь рождающееся, все живое, никаких фонограмм. И даже такая лаконичная форма, которая возникла в гусе, и она, у нас даже тогда возникло, у кого-то, помню, кто смотрел, было мнение, что, ну, это же не театр. Как не театр? Ну, а где сцены? Какие сцены? Ну, а что они же, между ними ничего не происходит? Я говорю, ну, вообще-то бывает, и я тогда, по-моему, пыталась объяснить, что в живописи тоже бывают разные направления. Но это было довольно трудно, потому что непривычно. И иногда, даже сейчас иногда смотрю этот спектакль, который идет до сих пор, и думаю, что же за наглость такую надо иметь, просто поставить актеру и говори, да? А «Бабушкин праздник» совсем другой, это вторая часть, тоже Астафьевского спектакля, там вот это застолье, как известно, и там действительно все строится на песнях, как всегда, в русском застолье, и это уже наш просто, это рождается решение от нашего жизненного опыта, наверное, да, всех и вся, вот эти большие сборы больших семей, которых сейчас, наверное, уже мало. Есть это где-то внутри, там, в генах, это ощущение традиций. И даже было интересно, что вот если все только поют, и текст, который есть у Астафьева, мы там распределяли уже между персонажами, и там совсем другой ход, там четко персонажи, бабушка – это бабушка, дедушка – это дедушка, да, там братья – это братья, то есть я это говорю к тому, что способов очень много, способов абсолютно разные, и нельзя сказать, что вот только так или так, вот как угодно, вот вы можете работать с целым произведением, да, вы можете брать кусок из этого произведения, вы можете делать из этого инсценировку паролям, вы можете не делать паролям, да, то есть самое главное, мне кажется, не знать никаких правил, да, а изобретать свои. Допустим, ведь это же не с нас все началось, да, это всегда существовали инсценировки, может, просто сейчас их очень много, да, вот сейчас такое время, когда очень многие уже обращаются и работают именно с прозой, но даже там и во Мхате, да, при Станиславском, вот мы сейчас сидим здесь в музее Станиславского, да, существовали такие спектакли, существовали братья Карамазовы, которые делал Немирович Данченко, да, это не спектакль Станиславского, но там всегда все-таки раньше делилось, отдельно был автор и отдельно персонажи, то есть существовал автор, который сидел, да, и рассказывал историю, и в это были включены сцены, или там Анна Каренина, да, там тоже, как бы всегда существовал автор, и даже я вот вспоминая свои какие-то первые ощущения, я помню, я очень мало, на самом деле, ходила в театр на Таганке, почему-то так получилось, что я выросла, в общем, на эфросовских спектаклях, да, и Таганка мимо меня прошла, но что-то я там видела, скажем, обмен, я очень хорошо помню, что там отдельно ходил автор, почему-то я вот это запомнила, автор ходил отдельно, да, и вот, а я поначалу сознательно отказалась, мне кажется, это абсолютно неправильно, да, то есть автор должен быть растворен в персонажах и в рассказе. Сейчас я понимаю, что почему, может быть и так, да как угодно. Я не думаю, что я говорю сложные вещи для вашего возраста, для 15-16-летнего, потому что я, вспоминая себя, понимаю, что мы вот в школе как раз учились, нам как раз было 15-16 лет, когда я встретила вот этого своего замечательного учителя, и который нас научил главному, научил думать, научил задавать вопросы. И если вам интересно что-то, и вы хотите заниматься этим, мне кажется, главное, что нужно научиться, нужно задавать вопросы по любому поводу. Вот он сказал то-то, почему он сказал? Да нет, даже себе вопросы, да, вот вы что-то прочитали, и вам кажется, что, ой, это мне интересно. Почему мне это интересно? Формулируйте, да? Мне это интересно, потому что раньше там я так не думал, да? Хорошо, а как ты думал раньше? А почему ты думаешь то, что, как ты думаешь сейчас, это правильнее? И так далее. Вот просто практически все время задавайте вопросы. И работая потом, если вы берете этот текст, и вам хочется сделать, да, что-то, вы понимаете, что, ой, а вот я бы хотел попробовать что-то с этим сделать. Вот просто все время задавайте вопросы. И это и есть на самом деле разгадка. Потому что, отвечая на эти вопросы, у вас возникает концепция, да, концепция. Начинаете, только вы знаете так, и только вы знаете, что это необходимо сказать именно так. Потому что это вас волнует. Ну, если это волнует вас, это наверняка еще будет волновать кого-то другого, и обязательно будет. И мне кажется, вот эта точка соприкосновения с материалом вообще самая важная. Она эмоциональная. Вы, может быть, часто даже не можете понять, почему это происходит. И не можете сформулировать. Старайтесь сформулировать. Вот в этой профессии это важно, потому что вам потом разговаривать с людьми, да. Вы должны в эту историю, вы же не, это не индивидуальная профессия, да, это не то, что я сижу, пишу, или я сижу, рисую, да. Вы же будете рисовать людьми, скажем так, да. Да, значит, вы должны их убеждать. И я же шла в ощупь ее, и, скажем, вот я хочу просто привести пример, когда я поняла, что надо уметь формулировать. Хотя вот мне часто актеры говорят, что с тобой трудно, это только у тебя в голове. Но надо уметь формулировать. Вот я, допустим, расскажу вам такой пример, когда я взяла делать дворянское гнездо в Амхате. Это Тургенев, это классика. Я очень редко занимаюсь классикой. Но я очень хотела сделать именно дворянское гнездо, потому что в какой-то момент я думала, что делать, и я открыла Тургенева, и прямо на меня вот такое ощущение, что на меня прям ветром подуло каким-то прекрасным, свежим. Да, у меня как прям, на меня дышать стало хорошо. И тоже это у меня всегда происходит от стиля. Да, то есть я прям вот задыхаюсь от красоты этой фразы. Я вдруг понимаю, что там все живое, что точно так же, как они ходят друг к другу в гости в этой деревне, и мы сейчас ходим в своих деревнях из дома в дом летом на даче. Да, я понимаю, что ни какое-то не дворянское гнездо, что там такие живые люди, что они тоже так же сплетничают, так же кого-то не любят, так же интригуют. Но это все с такой легкостью написано, с таким чувством юмора, с таким изяществом. Я вдруг увидела там живых людей. И мне очень захотелось это сделать. И даже, видите, я не говорю про то, что меня поразила история любви Лизы или Лаврецкого, и меня поразила Лиза. Я про это не говорю. Импульс был другой. А уже дальше, занимаясь этим произведением, я понимала, что вообще я бы назвала это спектакль Лизы, потому что самое главное, конечно, она и ее мировоззрение для меня. Но это потом. А импульс был другой. И я довольно долго говорила про то, что я хочу это сделать. И, опять же, у Олега Павловича Табакова, у него было такое напряженное отношение к этому. И вдруг в какой-то момент он сказал, нет, все, давай, хочешь, делай. И вот тут я пошла совсем другим путем. Я подумала, а дай-ка я попробую сделать, обмануть зрителей. То есть это драматургия, там есть прекрасные сцены, да. И все начинается практически с прекрасных сцен в доме. И я, когда стала делать инсценировку, я как бы оставила довольно длительный период, зритель думает, что он в театре, что это драматургия. То есть люди разговаривают по репликам, у них взаимодействие какое-то происходит, происходят сцены. И вдруг резко я ввожу кусок авторского текста. Резко. Вдруг в какой-то момент все останавливается, и эти же самые персонажи, зритель уже привык, что они персонажи, да, они начинают говорить авторским текстом о себе, рассказывать. Давайте болтать! Так, как в лучшем парижском салоне. Банкшин навел разговор на литературу. Оказалось, что Варвара Павловна точно так же, как и он, читала одни французские книжки. Хорошо. И актеры в этой постановке были, актеры не моя команда, там, молодые, с которыми мы друг друга уже понимали, а было много прекрасных, но опытных актеров, как Дмитрий Юрьевич Назаров, как Наталья Сергеевна Егорова, как Нина Ивановна Гуляева. То есть это прекрасные взрослые маккатовские актеры, которые вообще не понимали, зачем это надо. Они говорят, зачем? Мы же уже все сыграли, зачем мы про себя рассказываем, зачем? Я говорю, это надо. Потому что для меня это мостик, мне еще кажется, что вот это нарушение четвертой стены, когда мы не делаем вид, что зрителей нет в театре. Вот они вы, мы с вами разговариваем вместе. Для меня это очень важно. Вот этот авторский текст, он мне нужен, во-первых, для того, чтобы нарушалась четвертая стена, мы с вами говорим, а не то, что у вас тут нету, а мы что-то внутри себя играем. Это очень важно. И второе, когда у меня есть возможность вдруг себя оценивать со стороны, я понимаю, что это не я, я не играю характер, я не играю персонажа. Я о нем рассказываю. У меня гораздо больше возможностей. Я подчеркну то, что мне надо. Я не буду пытаться сделать там этого человека, думать, а какой он. Вот я думаю, что он такой. Здесь он плохой, а здесь он хороший. Здесь он вредный, а здесь он прекрасный. То есть возникает возможность объема еще каких-то дополнительных моих личностных оценок. И я не могла убедить взрослых актеров. Они не понимали, как это вдруг раз, и начать говорить. Она была такая-то, жила там-то. И было очень сложно бороться с этим. Потом получилось. Но очень больше всех держал оборону Дмитрий Юрьевич Назаров, который играл немца Лема. И он мне задал вопрос, который меня в какой-то момент поставил в тупик. Потому что он говорит, ну хорошо, он немец. Вот я играю с акцентом. Авторский текст я должен говорить с акцентом? Да, он может говорить с авторским текстом с акцентом. А может говорить его без акцента. Я думаю, что в данном конкретном случае надо говорить авторский текст без акцента. То есть я играя немца, я немец, а говоря про него, я есть человек Назаров. Я авторский текст, я могу говорить без акцента. Но опять же-таки это дело решения и того, что вы хотите с этим сделать. И потом все как-то все-таки поняли и привыкли уже к тому, что возможно совмещать и драматургию, и вдруг авторские ходы, и авторские куски. Больше того, потом это даже становится незаметно. А когда зритель перестает уже понимать, где что происходит, где тут драматургия, где здесь с ними разговаривают, это уже есть некое какое-то общее поле, где можно и так, и так, и так, и так. И, допустим, там, когда я работала и делала спектакль по замечательному совершенно писателю Маканину, Владимиру Маканину, там спектакль состоял, назывался «На река с быстрым течением», состоял из нескольких рассказов. И я там сознательно делала, в какой-то истории я оставляла авторский текст, в какой-то вообще его убирала, и шли просто диалоги. И не понимал зрителя разницы абсолютно. Потому что это органичный ход уже когда задается, что мы все вместе, и мы с вами о чем-то вместе важном разговариваем, то можно и так, и так, и так, и так. Но вот это вот «мы все вместе», то есть отсутствие четвертой стены, оно вот в этом ходе инсценировок, когда я оставляю авторский текст, оно очень важное. Это для этого, в общем, и делается. И разговаривать с залом. Вот это принцип коллективного рассказа. Это то, что делаю я. Как это делать? Если сказать, может быть, поконкретнее. Первое – это выбор материала. И обосновывая для себя, почему я его выбрал. Что мне кажется, может быть, интересного мне и людям, с которыми я собираюсь разговаривать. И в этом смысле я бы хотела дать вам следующее задание. Это из того списка, который вы сейчас найдете для себя абсолютно новых имен литературных, чтобы вы, посмотрев, может быть, содержание, либо почитав об этих произведениях, выбрали то произведение, которое вам кажется наиболее интересным. И дальше попробуйте, напишите, сформулируйте, обоснуйте, почему вам это интересно, почему вам кажется, что это может быть интересно другим людям. Не думайте про то, как, какая форма, любая форма, но обоснуйте, зачем это нужно. Это самое главное, зачем я буду это делать. Очень часто говорю с актерами про это. Если я вышел на сцену, что сюда вышел, зачем? Я мог дома сидеть, да? Ну, по сути, ну уж вышел, значит, есть что сказать, ты что-то такое знаешь, что не знают другие. Вот это отправная точка, выбор материала, зачем, почему, о чем буду с людьми разговаривать. Субтитры создавал DimaTorzok